друзья мои всем привет и рад вас снова видеть на канале amazonian dream вы знаете что то последнее видео как-то вам вообще не зашло все кричали мол подавай нам видосы про коряги но что-то вообще смотрю его практически никто не смотрит в общем по традиции усаживаемся поудобнее завариваем чаек берем печенюшку и поехали друзья ребят хочу вам рассказать историю где я пропадал фактически с момента моего последнего видео прошло около двух недель в общем ребят буквально в тот день по моему когда я выложил второе видео о охоте на коряги мне не пришлось ехать донецкую область забирать рыбку у знакомого потому что он переезжал за границу жить и попросил забрать рыбку вот ребята вот там вот видите черный сон здоровенный плавает вот он это ребята аксидора снегер вот эту вот рыбку я забрал у него еще забрал вот парочка скатом плавает несколько астронотусов тигровые цеплопатистому вот она тоже там плавает в общем поехал я забрал всю эту рыбку ребята и ну сразу скажу рыбка доехала нельзя то есть я потратил полтора суток на дорогу туда на дорогу обратно пока ее поймал там то все и в общем по дороге домой погибла аравана огроменных размеров 90 сантиметров она просто не выдержала переезда что очень было печально потому что аравана была просто прекрасная вот и в общем этим ребята не ограничилась потому что рыбка испытала стресс большой рыбка испытала ну я так понимаю что возможно ну промерзнуть она не могла ну в общем из-за стресса я думаю значит у рыбки появилась манка а так как у меня все вот это вот одна единая система вы можете понимать что вся моя рыба заболела первый день я был в панике не знал что делать на второй день я увидел что уже в этих аквариумах рыбка начинает заболевать манка отказывается еды плохо кушает и так далее и в общем ребят я посчитал водоизмещение значит здесь 14 тонн воды на сегодняшний день но сам там там со всеми делами может чуть больше но я посчитал как бы это 14 тонн воды и сами понимаете что 14 тонн воды лечить лекарствами не представлялось возможным возможным во первых из-за цены лекарства потому что это все было бы очень дорого а во вторых ребята у меня здесь живут скаты это раз и вот там вот вверху кстати я не знаю показывал я вам их или не показывал вот смотрите у меня здесь живут еще вот такие вот две девочки красавицы и в общем из-за этих скатов ребята всякими антипарами пунктовыми так далее тоже не представлялась возможным лечить рыбу потому что ну банально скаты бы этого лечения просто не перенесли как же я вылечил рыбу сейчас я вам расскажу методы о котором мне еще рассказывали деды аквариумистики и вы знаете он во время ну как бы я во время об этом вспомнил в общем ребята банальная соль это первый помощник аквариумиста практически в любых ситуациях связанными с заболеванием рыбки обработками там коряк декорацией и тому подобных вещей значит что я сделал значит у меня было 25 градусов далее момент у меня 26 я температуру специально не поднимал то есть температура поднялась за счет того что все-таки солнышко еще светит уже нет холоду и фактически у меня температура была где-то примерно 26 градусов значит что я сделал чтобы вылечить всю эту рыбку я первый день сделал огромную подмену воды где-то 30 процентов но тонны 4 воды точно я слил с этого бассейна и значит я я долил воды тепленькой и добавил сюда ребят 4 пачки соли то есть 4 пачки не пачки которые пачки маленькие а грубо говоря 60 килограмм соли это получилось чуть меньше пяти граммов соли на литр на второй день я пришел увидел что вода мутнющая кругом но рыбка себя стала лучше чувствовать она перестала забиваться по углам и даже по начала выпрашивать кушать на второй день ребята я добавил еще 5 грамм соли на литр то есть фактически я добавил еще четыре пачки соли ну вот эти вот большие до грубо говоря 60 килограмм и опять же не делая подмен воды не поднимают температуры я все это оставил на ночь и на третий день ребята я добавил еще две пачки еще 30 килограмм соли и так всю эту рыбку я держал пять дней в течение пяти дней я включил мощную протоку и потихоньку потихоньку только из воды начала сама и потихоньку только из воды начала сама уходить я ваш и на сегодняшний день у нас вот такие вот параметры воды это уже нормальные параметры воды которые мне есть это фактически протока за ну грубо говоря дней 78 сама вымыла всю соль ну протоку конечно же на день я включал мощную а ночью я протоку оставлял ну чуть послабее в общем и вы знаете ребята что на пятый день манки уже не было рыбка активно кушала все было хорошо да только вот проблема какая в общем в мир вечного мотыля у меня ушли боцы и потому что они просто не выдержали такой концентрации соли к сожалению я потерял три штуки боцы и которые меня были такие уже в хорошем размере вот и на нескольких циклах ну вот я сейчас попробую вам снять вот видите вот пятнышко есть вот на одной цикле вот на нескольких циклах ну грубо говоря некоторая рыбка получила солевые ожоги ну на сегодняшний день как видите она уже все практически затянулось все зажило но вот когда я увидел вот на пятый день эти солевые ожоги я начал я включил протоку и уже начал делать массированные подмены воды и для того чтобы вывести вот эту всю концентрацию соли фактически у меня вся эта рыба жила в солевом растворе дней 12 просто он с каждым днем все стало становился меньше 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 но тем не менее соль присутствовала здесь вот в этой воде в общем что я вам хочу сказать если у вас не дай бог случилась ситуация что у вас и вы занесли какую-то какой-то грибок занесли какую-то инфекционную болезнь либо паразитарную болезнь в аквариум вы можете смело применять соль для удаления всей этой заразы и из аквариума единственное сразу хочу вас предупредить у меня вот у меня ребята сам работает значит сам погибли все улитки улитки погибли во всех аквариумах полностью и погибла биология то есть фактически вот вчера я уже начал замечать я у меня постоянно сейчас работает протока и фактически я вот днем постоянно делал массированную подмену воды она ночью меня работала протока и вот только второй день я уже не делаю подмен у меня просто работает протока потому что по потому что по запаху и сам по по состоянию воды по запаху воды я понимал что биология в аквариуме не работает но выезжал я грубо говоря только за счет того что у меня просто была подмена каждый день процентов 30 35 и плюс на ночь еще работала протока само собой и я выезжал только за счет того сейчас у меня протока работает второй день на минимуме запаха уже никаких нет водичка уже фактически от сольки очистилась ну как вы сами видите водичка прекрасная чистая прозрачная вот больше полтора метра глубина рыба прекрасно просматривается рыбка вот как вы видите просит кушать иди сюда яша иди сюда иди сюда я шейди мой хороший яша в общем рыбка как видите подплывает просит кушать и на сегодняшний день ребята все прекрасно все хорошо то есть вот как раз это есть тот момент почему я пропал потому что реально было не до съемок видео у меня честно говоря было даже ну поначалу паника потому что очень много рыбы на очень большую сумму которую я вложил очень много труда и потерять все это было было бы очень печально сами понимаете но этим ребята не ограничилась я кроме всего этого я еще и серьезно простудился заболел потому что гонял здесь раздетый туда-сюда на улицу с улицы и в общем практически целую неделю я отлежал с температурой больной его только во вторник прошлый вторник я вышел на работу опять же накопилось уйма работы все это нужно было сделать как можно быстро и так далее и поэтому как бы у меня не было физически времени не на общение с вами не на съемки видео я даже в инстаграме и facebook практически ничего не выкладывал потому что было реально ребята не да так вот ребят если вы не дай бог занесли себе в аквариум какой-то грибок с новой рыбкой либо с растениями какого-то паразита инфекцию неважно соль ребята убьет все живое концентрации до значит концентрация должна быть до одного процентно одного процентного раствора соли 1 процентный раствор соли это у нас получается 10 грамм соли на литр воды это на самом-то деле это очень мощный раствор и и далеко не вся рыба его сможет выдержать это раз и во вторых кроме рыбы в аквариуме такую концентрацию соли не выдержит никто даже биология то есть умрут все грибки умрут все паразиты вся инфекция включая биофильтр который тоже умрет по любому включая ребята улиток креветок и так далее то есть перед тем как лечить рыбку лучше ее все-таки из аквариума убрать все растения все их обеззаразить отдельно ну а саму рыбку можно лечить солью вот на примере как я вам рассказал а